всем привет друзья с вами никодим и мы продолжаем покорять галактику в звездном мире endless space 2 в прошлой серии мы наняли двух героев ассимилировали малую расу в системе порцион и заметно расширили нашу империю сегодня мы продолжаем выполнять задание как обычно я прочитаю все ваши советы в комментариях под предыдущим видео итак первый комментарий у тебя хромает одобрение в нескольких системах она упала ниже 45 процентов давайте посмотрим здесь 68 дальше 61 действительно 45 и 43 52 36 но эта система у нас новая на только что построенные так что здесь все автоматически увеличится здесь тоже система пока новая и то же самое вот эту систему которому только что ассимилировали наверное здесь сразу же нужно поставить какие-то улучшатели и опять же вы советуете ставить улучшение на влияние на одобрение и на еду конечно же в первую очередь я ставлю вот эти вот ультра теплицы и один из комментариев было написано что рекомендуется ставить экзотическую еду давайте посмотрим что это такое вот наша главная основная система экзотическая еда и так вот экзотические блюда плюс 10 процентов еды для трудовых ресурсов и давайте мы это тоже тогда примем и будем выполнять постепенно нам нужно думать здесь сейчас выполнится все основные задания нам нужно думать как дальше развиваться в нашей системе пока у нас колонизируется новые планеты кстати вы как раз об этом писали в своих комментариях что нужно во всех системах колонизировать как можно больше других планет конечно стараться колонизировать планету у которых три галочки еды но если нету то в принципе можно даже и 2 давайте сразу же посмотрим пролистнем здесь у нас пока только одна планета в этой системе больше нет других планет здесь вот еще одна колонизируем но как вы видите здесь планеты снежные но науки здесь в принципе немало давайте посмотрим для того чтобы колонизировать что нужно а она уже в очереди у нас отлично эта планета у нас уже в очереди здесь одна колонизирована здесь тоже можно колонизировать давайте сразу поставим в очередь чтобы не забыть и на остальных планетах ну на нашей главной системе в принципе вот эта планета она у нас пепельная пепловая горячие и ничего кроме производства на этой планете к сожалению у нас нет как здесь жить людям я пока не представляю дальше я зачитываю ваши комментарии и так по поводу малые расы инк да у нас в прошлой серии случилась неприятность посмотрите у нас другая система неизвестные захватила нашу малую расу который я окучивал с самого начала игры у меня дошли вот здесь полоски у нас просто не хватило очков для ассимиляции очков влияния и мы стали выполнять их действия друзья мы выполняли действие кстати у меня есть такая идея что если мы выполним действие система перейдет к нам смотрите назначить героево флота отправить его в систему инк очень легкое задание и он должен там простоять 6 ходов поэтому вот у нас герой берем и пересылаем пусть он 6 ходов приходы будет лететь потом шесть ходов будет стоять и возможно через 9 ходов у нас делается это задание следующее задание это наша сила в единстве нужно увеличить количество населения не сафонов до 14 количество ваш основного населения не будет учитываться пока у нас 10 это другие расы и следующие нужно увеличить трудовые ресурсы до 1923 они у нас почему-то к сожалению уменьшаются потому что я сейчас перегнал космические корабли от пиратов вот в свою систему и они у нас как вы заметили заряжаются новыми солдатами я думаю это хорошо потому что мы сейчас торгаемся в эту систему от объем пиратов завладеем этой планетой и дальше пойдем уже все системы здесь изучать и захватывать под себя ну что ж друзья этот ход я думаю закончен мы сделали вроде бы все сейчас я прочитаю по комментариям вы еще пишите что по исследованиям все замечательно только нужно меньше военных исследований и больше исследований которые связаны с едой но здесь у нас стоит военных я помню всего один или 21 до одно исследование настоял все остальное у нас как раз в развитии идет так что пока в принципе все неплохо и по поводу вот этой вот система инк есть два варианта первый напасть на цивилизацию которая ассимилировала и можно напасть на саму вот эту вот расу инк дальше модернизации до второго уровня систем нужно везде во всех системах и ускоряя колонизацию планет с помощью денег и с помощью трудовых ресурсов ну вроде бы все рекомендации понятно все рекомендации я сейчас конечно же буду выполнять и давайте следующий ход поехали друзья играем дальше у нас очень много чего так у нас вы разблокировали новый бонус сбора для населения сафона отлично готова и так церковь удобряет ваше мирное поведение они уже сдержанно раньше они негативно к нам относились это хорошо цель выполнила шайовер станьте первым кто выиграть 10 сражений но ничего страшного жаль вы встретили новую империю аллата люмерис я приветствую вас от имени четырех семейств сдержанными к нам относятся где же мы их увидели то сейчас посмотрим куда вы тут летят мои корабли если думаю мы все проверим так амебы у нас приросли изменение населения и два раза сафона приросли нам нужно все-таки постараться выполнить вот это задание до 11 14 нужно чтобы росли малые расы давайте быстро сейчас пробежимся по планетам посмотрим какие малые расы будут где прирастать сейчас действительно вот раз пилигримы вырастут дальше здесь сафоны а хорошо бы чтобы выросли вот эти вот колгарос колгерос здесь непонятно кто здесь у нас никто не растет отсюда надо всех увозить мы можем их переслать вот так вот через космопорт оба вот этих вот сафона мы можем через космопорт отправить их на только что основанную планету сейчас я вспомню как она называлась во первых ерш это мы тоже сделали новую и вот еще моторка давайте вот сюда мы их перешлем подтвердить и там у нас будет быстрое заселение все это мы тоже проверили дальше смотрим здесь тоже сафона и здесь я в принципе так и добивался чтобы у нас везде были только лишь одни сафоны кстати вот в ерш можно переслать сафонов и будет тоже все хорошо моторка что уж давайте сейчас продвинемся дальше космическими кораблями посмотрим что этому тут последний политический опрос 42 процента у нас занимают ученые остальные все гораздо меньше это хорошо три корабля стоят сейчас мы посмотрим если до 150 смотрите из 100 интересно как это вот сюда вот смотрите трудовые ресурсы мы набрали 150 военных из 100 здесь тоже 150 из 100 и здесь 268 но я думаю еще один ходик если мы подождем тогда у нас прирастут здесь военные и мы сможем высадиться если я не ошибаюсь я сделал вот если тут да все сто процентов на танки и мы можем увеличить урон у нас есть и деньги и титан и гиперий что же давайте сделать смотрите урон брони танки на империю отлично что им не понравилось а он говорит что ему не хватает денег ну что ж пока закроем тогда все это и немножко себе добудем денег денег добыть довольно легко когда у вас открыто рынок и вы можете продавать ваши излишки например вот гиперия так много нам к счастью не нужно продадим но и можно чуть титан тоже продать все это тоже продаем вот у нас уже 17 стала и теперь мы можем открыть урон на танки все подтверждаем это готово и следующее мы можем урон против пехоты ага это хорошо давайте что тут у нас нужно 30 антиматерии 30 и денег у нас тоже нету сейчас посмотрим сможем ли мы купить 30 антиматерии и 30 вот а до монтана если получится то конечно же мы сейчас усилим и тогда мы спокойно просто разобьем вот этих вот пиратов без каких-либо напрягов здесь летят корабли хотят тоже соединиться я думаю всем надо лететь вот в эту вот центральную систему потихоньку потихоньку чтобы они продвигались здесь у нас стоят шаттлы и чистильщики я думаю пусть еще один ходе к они простоят и погнали вперед друзья сразу же следующий ход завершено исследование максимальное использование теперь мы будем исследовать нейронную робототехнику и мы откроем использование адамонтан может быть мы его найдем где-нибудь и технологическое древо доступно новое здесь фракции находится под властью алта и и что такое почему все захватывают у нас все но я надеюсь что когда мы выполним задание то они перейдут обратно к нам вы обнаружили горацию прайм домашнюю империю 1 горацию для большинства раз горацию прайм служила планетой курортом с прекрасным теплым климатом и освежающими ветрами многочисленные руины городов вечных свидетельствует о том что и облюбовали многие вышедшие в космос расы в данный момент местная инфраструктура соответствует вкусом горацию какие-то здания сливаются с ландшафтом а какие-то резкие металлические возвышаются символами архитектурной экстравагантности отлично мы уже исследовали между прочим 50 процентов галактики красавчики и так три шаттла стоят сейчас мы посмотрим полностью ли да они полностью зарядились даже этот полностью зарядился и что ж мы можем теперь вот сюда перелетать к пиратам и и битва но я думаю что эту битву мы победим прям вот очень легко давайте посмотрим убедительные победы мы полностью их разгромили готова а сейчас я думаю нужно высадиться на землю и постараться их завоевать у нас 40 танков у них всего лишь 100 человек полеметчиков я думаю что мы их просто забьем итак отлично начинается бой смотрим сначала будет упреждающая атака видимо с орбиты у нас будет до арбитальная такая подготовка вот мы убили у них 15 процентов и они наступают на наши танки совсем немножко они нас побили отлично давайте танки теперь наступают во как классно выкосили ну понятно танки против пехоты это мастхэв тем более у нас несущественные победы сражение может продолжиться на на следующем ходу отлично давайте продолжим конечно же я не буду отступать следующий ход здесь у нас исследует я вспомнил здесь у нас следует всякие аномалии которые только мы еще не исследовали и у нас здесь гиперевые зонды следовательно можем запустить сразу шесть штук богатые металлом воды плюс наука в империи отлично здесь что мы изучаем а здесь у нас будет вы изучили феномен прото орхидея тоже класс новое событие призрак из машины нам нужно либо исследовать либо разграбить в этой системе обнаружены руины понятно нужно с руинами что-то сделать если мы исследуем то мы увеличим политическую идеологию ученых если разграбим то солдат но здесь у нас мы получим деньги а здесь мы получим шанс открыть что-то новое давайте все-таки к ученым мы же все-таки сафоны поэтому должны что-то изучать дальше погнали стреляем дальше изучаем все что только есть так опять мы нашли прото орхидею еще одно в этой системе не помешает планетки здесь не очень хорошие кроме может быть вот этой вот одной нужно будет ее как можно быстрее тогда завоевать прото орхидеи лишние не будет и вы посоветовали кстати своих комментариях делать как можно больше инкубаторов для того чтобы заселять здесь детектор а вот он где нашел все понятно мы здесь нашли звездную систему так что тогда будем делать ну во первых я думаю нужно посмотреть самую эту систему колонизированное здесь колонизированное и неблагоприятное и все три колонизированы отлично ничего мы здесь прострелять больше не можем один ход всего мы сразу же исследуем эту систему то коллапсирующие звезда эффекты плюс 50 влияния отлично здесь ничего мы больше делать не можем мы есть проход в следующую империю и я думаю запустить вот сюда например вот так вот зонт и в эту сторону тоже зонт запустим для того чтобы все 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 проверить что у нас с этим детектором все ход закончен здесь у нас мы можем опять напасть в вашем флоте недостаточно трудовых ресурсов я все понял сейчас мы подзарядимся вот здесь вот здесь потихонечку идет у нас развитие через три хода будет сети дронов и система станет развиваться более органично чем она развивалась до этого нашли мы коллапсирующую звезду мы про это уже прочитали и и детектор ну давай улетай а у него больше нет очков отлета все вот так и последнее это с гиперевым зондами я знаете что думаю что можно их прислать на помощь вот этому вот кораблю так минуточку здесь мы отправляемся сюда а этот мы отправим вот в эту звездную систему для того чтобы изучить там всякие аномалии конец хода трудовые ресурсы потихонечку тихонечку увеличить наземная битва давайте опять бой опять на планете на этой у нас будет бы я надеюсь что сейчас мы полностью разгромлю сейчас будет у нас планетарная бомбардировка мы сейчас вот этих пиратов ага только они окопались есть прям точно в них попали смотрите 76 странно почему-то не даже не уменьшилась теперь они нас на 7 процентов на 10 процентов повредили и танки против пехота должны просто снести все да минус 76 это победы друзья мы завоевали убедительные победы завоевали наконец-то планету на которой были пираты и самое главное надеюсь что мы изгнали пиратов из этой системы получили мы 15 антиматерии и 30 титана и да друзья теперь это наша система посмотрим что мы здесь можем к сожалению здесь нету еды нигде и сря мы конечно бились за эту систему она нам абсолютно по сути получается не нужна показать местонахождение пиратское логово мы уже посмотрели дальше уровень героя повысился интересно какого а я вспомнил этот герой которого мы наняли дополнительно который второй у нас был плюс тоже к еде как вы просите я так и делаю я слушаю все ваши советы внимательно далее погнали здесь сафоны прирастают но хотелось бы чтобы все-таки не сафоны прирастали а прирастали другие расы поэтому здесь у нас пилигримы мёбы мёбы давайте знаете как сделаем вот отсюда мы отправим да давайте вот отсюда мы отправим в космопорт сафонов их перевезем на ерш вот сюда вот и там побыстрее системы немножко заселится а здесь у нас появятся свободные клетки для того чтобы другие системы надеюсь хорошо развивались смотрим дальше раз нам всего нужно три это нет вот там раз-два все правильно вот здесь вот второй через один ход прибавится и еще бы третий где-нибудь найти нет сожалению здесь все остальные у нас вот и еще у нас вот эти вот наш аст прибавится все и мы выполним автоматически задание и может быть система перейдет к нам по условиям задания я очень сильно в это верю ну и это мы уже посмотрели готова это мы тоже посмотрели готова 3 здесь они заправляются и мы можем подремонтировать все корабли а также подождать когда они полностью заправиться трудовыми ресурсами 180 еще один ход всего лишь нужно подождать и нам и здесь тоже трудовые ресурсы нужно но у нас везде в системах идет очередь заданий так что просто сейчас тупо нужно ждать здесь стреляем во все известные аномалии которую только мы сможем найти колонизируем и слушайте вот этот планета прям и тут еще и гиперии есть надо прям срочно сейчас сделать инкубатор и переслал пересылать систему курха вы только посмотрите какая классная плане здесь хорошая планета ох ты ех ты обязательно сейчас ее заберем эту планету все у нас там закончились зонды нам придется подождать некоторое время здесь пришли герои 6 ходов теперь они здесь будут стоять обороняющиеся флоты и надеюсь что сейчас вот это вот задание у нас выполнится назначите героя во флот и отправьте его в систему инк там он должен находиться на орбите в течение 6 ходов все теперь он прибыл на орбиту и просто отсчитываем обратный отчет что через шесть ходов вот эта система должна будет принадлежать нам следующее двина нам всего два осталось да мы выполним это задание и мы тоже должны будем получить вот эту вот маленькую цивилизацию но и здесь увеличить трудовые ресурсы я пока не знаю как но надеюсь что трудовые ресурсы увеличиваются различными зданиями и возможно науками сейчас когда у нас закончатся очереди построек тогда мы и будем дальше заселять здесь мы ждем перелетает корабль все верно ждет отличная вот эта вот система все следующий ход здесь мы полностью все изучили так новое событие мусорные трущобы обнародован фильм снятый на скрытую камеру о жизни людей вблизи одной из крупнейших фабрик по переработке отходов это загрязненные опасные трущобы жители которых разыскивают мусорных отходов в поисках что-то чего-то полезного событие приобрело общественный резонанс короче нам нужно идти либо за экологов и мы получим одобрение система да это хорошо нам как раз нужно одобрение и минус труда на колонию увеличивает идеологии и политическую идеологию экологов либо наоборот вот здесь вот получится и но давайте я вот все таки вот этот как изначально решил так и буду эту именно линии придерживаться здесь у нас колгерас вырос отлично и по заданию я так понимаю что всего лишь одна цивилизации данного следующем ходу должна будет как раз сделаться все космолеты перелетают туда куда им нужно ультра теплица здесь тоже очередь задание есть битва на гладис это кто такие это гарацию мы с ними не собираемся драться я не собираюсь как-то что-то с ними делить тем более у них вон какие мощные звездолеты я лучше отступлю и надеюсь что все будет хорошо да они нас немножко побили но зато мы вроде бы смогли спастись здесь мы полностью до полностью зарядились поэтому сейчас высаживаемся так а мы же пиратов всех уже разбили если не ошибаюсь давайте перелетим сейчас посмотрим до пиратов мы разбили но эта система у нас в принципе особо сильно ты никому не нужна потому что там нет еды на всех планетах зато мы здесь можем просканировать какие-то аномалии и может быть что-то даже и будет смотрите мы выполняли специальное задание и вот здесь у нас целая очередь две клетки едва гиперриевых зонда давайте конечно же мы создаем дальше тоже создаем дальше смотрим и две клетки для боевых действий 1 2 все у нас здесь огромное количество кораблей я бы объединил вот первые два раз два соединить и потом вы соединил еще боевые корабли вот так он будет правильно и и нужно отправлять исследовать все подряд вот здесь как раз много у нас так вот в этой новой системе который мы только что сделали есть три аномалии и я думаю это будет правильно взять эти три аномалии потому что через два хода потому что здесь мы будем очень хорошо развиваться а клетку я бы отправил куда-нибудь наверх для защиты нас от посягательств сверху например ну вот вот с этим флотом бы объединился для того чтобы у нас был более такой сильный боевой флот здесь на этой системе странно мы сюда пересылали звездолет для того чтобы развивать вот эту вот систему на цель же почему-то не развивается итак здесь мы стоим если посмотреть по заданию то у нас должно до один из шести ходов я думаю что мы сейчас возьмем должно все получиться друзья здесь все понятно здесь шаттлы я пока не собираюсь драться с другими галактиками а знаете меня что еще интересует меня интересует тот самый звездолет который у нас спасся от от чужой империи давайте посмотрим где он один здесь другой стоят ждут этот тоже стоит ждет эти в очереди в очереди все ну что ж давайте посмотрим может быть здесь какие-нибудь аномалии да есть просканируем и нашли мы феномен сильное магнитное поле плюс 25 науки в империи отлично все дальше мы просто ждем и переход хода следующий итак по выборам можно немножечко поддержать нашу фракцию 42 процента все остальные даже рядом не стояли хотя вот пацифисты приближаются постепенно здесь мы смотрим что по всем системам более-менее наука всегда впереди да причем так довольно много впереди и все следующий шаг вот не совсем понятно вот с этими вот законами кстати я давайте посмотрю может быть я могу уже принять какие-то законы так мы сделали следующий ход изучили следующую науку отлично цель достигнута получить малую цивилизацию мы увеличили количество населения чужих наций до 14 и получили сначала вот это вот джадоникс и еще получили малую цивилизацию это просто супер как бы только не обозда получили ну вот то есть мы вовремя успели сразу же здесь делаем все стандартные операции деньги потом сразу же еда только странно не такая должна быть еда а другая еда почему-то я ее к сожалению не вижу ну давайте поставим здесь у нас все горячие холодных у нас нет а это что за такая газовая планета вот это да и что мы можем межпланетные то нет плюс 20 за планету предсказательная логистика и роботы короче здесь все связанное с производством друзья и нет ничего связанные с едой к сожалению ну тогда поставим еще на модернизацию планет через четыре хода здесь все сделается и будет у нас хорошее развитие вот они колгерас и здесь тоже колгерас развивается я думаю что можно еще и колонизировать щелкнуть чтобы начать колонизацию короче друзья нам нужно срочно сейчас посмотреть где мы можем сделать несколько инкубаторов экзотические блюда я вот сейчас убрал я бы здесь парочку инкубаторов поставил они делаются прям вот очень быстро так четыре хода а потом я бы сделал экзотические блюда вот так вот подвинем здесь что у нас ага тогда мы здесь тоже ставим еще один инкубатор нам много чего нужно заселять и также как раз вы просите давайте поставим экзотическую еду здесь у нас большая очередь большая очередь и вообще агру стоп вот на этой планете у нас почему-то ничего не двигается здесь нет в этой системе промышленного производства поэтому строительство не может быть завершено удивительно почему и как у нас вот это вот продвинулась почему у нас уменьшилось здесь промышленное производство оно наверное просто я думаю идет нет 0 действительно и от минус 33 у нас по деньгам пошел минус все из-за вот этой самой системы поэтому нам как-то нужно здесь увеличить что мы здесь можем промышленные зоны плюс 1 на на систему но это нам не поможет хотя в принципе может помочь давайте его тогда поставим только он тоже не будет выполняться так а какой тогда здесь выход нам нужно как-то увеличить наверное надо увеличить здесь население я так предполагаю короче в систему ерш нужно переслать людей сейчас мы этим как раз и займемся давайте посмотрим что мы можем делать мы наверное можем принять еще два указа сейчас сразу же узнаем какие возможно принять доступны закон о суперналоге так а какие у нас уже принято давайте сначала посмотрим научный оракул и грязные что руки ясно акта суперналоги что нам дает деньги но уменьшает одобрение здесь науку но тоже уменьшает одобрение улучшает одобрение и уменьшает производство интересно потому что одобрение нам тоже нужно везде повышать здесь уменьшает деньги но тоже пойдет в науку плюс очки движения уровень на корабле очень хорошую штуковина здесь плюс 30 процентов ебы на системы час мы обязательно это прямо не только посмотрю другие плюс снижение стоимости дипломатии и стоимость корабля на систему короче сразу же принимаем вот этот вот закон да принять этот закон и мы можем принять еще один закон стоимость корабля на систему корабли пока я делать не собираюсь снижение стоимость дипломатии пока не знаю что это такое вот очки движения почему бы нет к тому же это увеличится у нас вот фракции науки но остальные все спорные потому что они довольно много всего уменьшают кроме может быть вот этой вот осторожно сессии это еще туда-сюда вполне возможно ее можно будет применить но я все-таки давайте вот три очка заход все мы приняли дополнительные законы у нас вот увеличилась кстати поддержка ученых и я хотел посмотреть нет я хотел посмотреть вот что у нас здесь мы можем амеб увеличить но я бы лучше гнашастов и пилигримов и колгерс бы например увеличил но у них нет ускорителей что я здесь понял когда игра в прошлой серии посмотрите вот выбираем например расу сафоны посмотрите сейчас у них статус сбора и они прибавляют там где каждая долька находится сафонов на планете они прибавляют по одной науке на любой планете и по 3 науки на любой холодной планете если я заселю колгерс то у нас будет одобрение на плодородных планетах 4 и 2 на простых пилигримы кстати у меня сейчас пришла только что идея найти кто здесь производством занимается и переслать в ешь значит тут тоже наука пилигримы гнашаст урон по атакующим силам во время наземных операций вот лучше бы было их нанимать потому что они будут убить гораздо сильнее и амебы амебы у нас дают еду никто к сожалению нам не дает производство ладно как-нибудь попробуем это мы потихоньку пережить но что делать вот с этой вот системы я не знаю здесь галактические маркеры а это мы ждем все это мы только что завоевали эту систему и сейчас мы ждем выполнение вот этого задания 22 ход еще четыре хода осталось я надеюсь что мы все возьмем знаете что я думаю может быть и другие системы где они у нас давайте посмотрим вот у нас другая система во первых я могу тоже им оказать помощь и выполнить их задание тогда мы свергнем вот этих вот шайоверов давайте мы польстим да это мне кажется правильный путь будет и здесь ага первый гарацию это пираты мы можем стать побить пиратов но зачем лезть так далеко если мы даже вот эту вот систему еще не полностью освоили мне кажется что вот здесь еще есть какие-то звезды может быть надо запустить здесь зонт сейчас я все это и проверю далее пошли фракция ассимилирована молодцы красавчики пилигримы приросли тоже хорошо и здесь модернизации второго уровня я бы знаете что посмотрел да это планета порцион там у нас где находятся вот эти вот гнашасты и у них нужно тоже поставить какую-нибудь очередь заданий ну наверное сразу же можно поставить улучшение модернизации 2 а вот она у нас уже делается тогда друзья уходим наверное в еду сейчас посмотрим что у нас здесь есть за еду так вапстер ого уникальное улучшение каждой империи может быть построен только один раз смотрите 65 процентов наверное нужно найти какую-нибудь систему где наименьшее одобрение чтобы ой зачем нам это порошковое производство скидка на покупку корабля нет пока не нужно этого делать вместимость лимит так смотрите вот эти гнашасты как раз у нас хорошо дерутся я заметил следовательно если мы здесь вот это вот улучшение сделаем то именно здесь лучше всего набирать войска перелетать сюда набирать войска и улетать они будут очень хорошо драться гибкое вооружение нам пока не велели трогать вооружение потому что это слишком рано первоначальные очки для кораблей на флот тоже пока не трогаем все очки уничтожаются и преобразуется в деньги а здесь у нас идет экзотические блюда преобразуется в 300 понятно диапазон обзора инкубатора детекторы и экзотическая еда ну и давайте здесь еще экзотическую еду поставим вот таким примерно вот образом дальше погнали сейчас все быстро изучим все корабли которые перелетели на нужные нам места так охотник средний новобранец да это у нас тоже корабль боевой все ясно это боевые корабли поэтому мы сейчас сюда тоже перелетаем будем здесь стоять 6 ходов и надеюсь что мы там тоже все ассимилируем так как почему эти не улетели ну давайте тоже улетаете все это все наши корабли сейчас объединим один огромный флот дальше детектор ага вот здесь он убежал ну что ж полетели дальше правда тут через пиратов массу бы сильно ты не пробьемся я боюсь и перелететь не сможем а сюда может быть сможем перелететь дать попробуем если он быстро сейчас проскочит да он надеюсь быстро проскочит давай что почему он не смог наверное какая-то защита сработала и он не может перескочить через эту звездную систему придет сейчас опять драться короче мы этот детектор потеряли друзья я лично так считаю здесь в системе мы все аномалии кажется да кроме одной мы все аномалии изучили сейчас мы последнюю вот здесь вот изучим посмотрим что на этой планете есть хорошего или плохого это прото орхидеи да мы тут все находим про орхидею сюда нужно срочно прям срочно отправлять инкубатор который у нас должен сделаться вот-вот и ультра теплицы модернизации все вроде бы на ходу две аномалии мы здесь можем забрать это хорошо сейчас мы эти аномалии тогда здесь и заберем дальше погнали вот шаттл стоят шаттлы заправились нам эти планеты оказались не нужны но самое главное что мы освободили их от пиратов здесь я могу просканировать зондом вот этим зондом можно просканировать вот здесь вот давай перелетай мой друг и тут еще два но здесь мы тоже сейчас все просканируем так прям давайте по порядку сначала та планета которую мы заселили вот это вот что здесь есть надеюсь что только хорошие аномалии будут потому что нам али будет хороший бывают плохие были любимые деревья это просто классно и здесь следующий зонд мы запустили тоже давайте что-нибудь положительное мы гипперии нашли вот это везуха ну что ж давайте на этой волне сразу же стрельнем следующую планету и узнаем что мы нашли еще прото орхидеи замечательные системы просто замечательные находки сейчас мы будем постихонечку здесь развиваться и посмотрим как у нас вообще здесь у нас тоже с производством 0 здесь производство вообще никак не делается как вот решить эту проблему я не знаю может быть когда за деньги так вы собираетесь отменить нет не собираюсь отменить я собираюсь как-то улучшить давайте так в моторку мы попробуем до переслать немножко людей может тогда вот эта цифра кстати будет немножко увеличиваться сейчас посмотрим где огромное количество так здесь не будем трогать здесь можно вот отсюда отправить 1 но у нас есть планеты где забита прям очень сильно чтобы все было органично здесь у нас еда следовательно давайте мы амеб отсюда переселим сразу 2 амеб переселим в систему сейчас я вспомню вот кажется мотор когда система мотор сейчас мы переселим и надеюсь что все получится подтвердить они должны были улететь уже так или не на следующий год получается что улетят наверное на следующий ход здесь корабль ждет еще один ход всего лишь осталось четыре хода сейчас мы тоже добьемся всего и следующие гиперевые зонды ох там враги какие прилетели давайте быстро все просканируем чтобы нам эти достались аномалии итак плазмоидный щит новый модуль мы нашли дальше стреляем и находим себе еще и феномен атмосферное явление клешня звездные обломки то есть мы получим сейчас еще одну клешню отлично он у нас боевой все с ним хорошо и мы можем принципе даже вот так вот объединить будем мы стрелять и воевать если что кто у нас здесь на орбите каравелла какая-то 49 мы можем спокойно это люмерис кстати если мы на них нападем то наверное люмерис на нас обидится я так предполагаю но нечего им тут делать а давайте попробуем что будет интересно битва на заурак сейчас мы их тогда погасим чуть-чуть убедительная победа разгромили мы всех ничего у нас кстати не убавилось вообще и все отвалили кто там следующий здесь наверное сейчас я посмотрю вот это аллата это мы еще и не завоевали все верно мы еще не завоевали а здесь у нас система с колгаросами а она не нам передали эту систему я все понял теперь эта система наша следовательно нам нужно как можно быстрее вот здесь развиваться если здесь есть еда не особо здесь много еды так будем давайте думать как дальше быть корабли стоят ждут развитие никакого нет он а и вот прилетел у нас корабль сейчас он тут попробует все про сканировать это понятно здесь зонды так на зонды мы уже все про сканировали все 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 на этой системе можно отсюда друзья улетать а именно перелетаем вот не получится ли здесь короче так три хода да это я думаю быстрее чем вот так вот в обход лететь три хода получится даже быстрее и здесь мы стоим здесь мы тоже стоим это вот наш новый и все конец хода увеличить трудовые ресурсы пошли они у нас потихонечку потихонечку увеличиваться еще одну науку мы изучили вот боевая у нас наука и была тоже боевой все мы только две изучим ага клешни пираты на инг прилетели пираты вот этого конечно неожиданно конечно мы их победим это видно убедительная победа мы их сожгли готова но непонятно откуда они там взялись эти пираты вроде бы мы все тут контролируем полностью они откуда-то еще берутся назначить навыки это у нас человек который да на флоте следовательно мы ему прибавляем очки для флота вот так он у нас бьется очень хорошо готова может быть модернизировать его корабль посмотреть у нас сколько денег я не помню эти посмотрим денег у нас немного материалов у нас тоже не очень много можно что-то вот добавить например система защиты ему можно кстати добавить даже модули или вот ходы давайте сколько это будет занимать да мы можем это сейчас ему увеличить теперь защиту смотрите есть защита от энергии а есть защита от снарядов ну возможно лучше всего бонус здоровья 204 бонус здоровья 42 мощность щита то есть здесь мы ему сделаем еще дополнительный щит 210 от энергетического урона сами же мы бьем в основном артиллерии давайте посмотрим какие модули есть еще дополнительные здесь мы поставили ускорение вот эти модули мы тоже кстати можем заставить если захотим но вот этот модуль просто два очка движения а здесь у нас еще и уклонение корабля поэтому так вот заменяем интересно другие модули можно заменить и другие модули заменить нельзя все и давайте теперь по вооружению посмотрим что у него установлено ионные торпеды это что-то свое 28 урон в секунду мне кажется что у нас есть вот торпеда полу распада они стреляют гораздо лучше и дальше смотрите 25 50 100 здесь тоже 25 50 100 на урон значительно сильнее вот так а здесь у нас идет зенитное орудие ну что ж тогда у нас зенитное орудие 39 а у него зенитное орудие урон по ракетам 102 нет у него вот это вот высокой затопные снаряды они бьют гораздо лучше урон по ракетам 180 по эскадрильям 5 здесь у него урон по ракетам 120 до наш лучше гораздо лучше тогда мы ставим еще и защиту а тут мы ставим ракета для того чтобы сначала стрельнуть издалека полностью всех убить а потом уже все остальное доделать здесь по защите мы можем поставить две защиты так у нас стоит и здесь собственный стоит 283 при том что мы можем поставить защиту и от энергетики так 297 очень неплохо очень неплохо применить проект мы можем до применяем этот проект все у него хороший крутой прокаченный звездный корабль который может прыгать очень далеко и это прям радует меня все этого героя мы полностью комплектовали сафоны везде у нас прирастают хорошая такая у нас идет прирост здесь мы сделали два инкуба следующий будет у нас инкубаторы и наконец-то заработала вот здесь вам каре да как только вот это сейчас сделается у нас друзья все прилетели да и действительно смотрите увеличивается да на самом деле здесь все увеличилось у нас эта система работает можно ее будет применять пересылаю людей перегоняет туда-сюда здесь порцион это где это самая крайняя система дает самая крайне с тем сюда пираты прилетели она нас нападает и и люмерис они хотят а нас опять отхватить эти звездолеты нужно будет час на поддержку туда отправить кого-нибудь во-первых открытие космических облаков мы нашли вот здесь еще одни космические облака отлично что они нам дают они нам всего вообще много чего дают вы только посмотрите и как бы производство и науки и влияние и золото но нужно чтобы это все как-то объединилось я вот вижу некоторые кружки у нас увеличиваются некоторые кружки совсем не растут нужно как-то более активно например прирастать здесь у нас очередь задания занята и законы отменены политические диалоги программу совершенствования скорости кораблей исследовательских работ непонятно почему этот закон нам отменили но будем ждать что не так здесь мы если не ошибаюсь ждем когда у нас будут зонды и мы сможем просканировать различные аномалии если уже не просканировали есть еще одна аномалия так и на этой системе у нас все мы нашли гиперий вообще класс слушайте эту планету нужно брать прям вот сейчас тем более если мы вот эти вот три системы возьмем то да сейчас как только сделается у нас следующий ход инкубатор мы отправим один инкубатор вот сюда прям срочно вверх дальше чистильщики стоят и ждут знаете что вам здесь стоять абсолютно не нужно я бы вот сюда вас перегнал для того чтобы вы здесь защищали всех от вот этих вот звездных пиратов дальше две клетки они тоже у нас стоят обороняют и вот здесь у нас чистильщики и шаттлы почему-то они не объединились так клетка шаттл шаттл чистильщик а кто же у нас тогда ушел а только гипериевые зонды ну что ж давайте вы тогда сюда перелетайте так вот теперь в этой системе мы всех объединим так отлично все объединяем все боевые корабли все они у нас стать и куплены и получается у нас один большой единый флот вот это уже настоящие боевая единица мы можем здесь уже перелетать за 10 ходов мы долетим до места назначения и все будет хорошо здесь шаттлы здесь тоже шаттлы можем уже объединить и здесь а это самое что ни на есть у нас боевая боевой флот почему-то мы вот эти вот не можем соединить странно дать попробуем с этим соединить тогда да вот с этим мы можем соединить отлично а с этим а вот с этими уже нельзя видимо у нас какое-то да у нас есть ограничение на 7 и вот здесь как раз 7 из 7 больше мы не можем ничего делать ну хорошо будем тогда стоять ждать это что за флот вражеский это я думаю не вражеские а это инк флот сейчас нужно посмотрите дополнительно задание 36 что-то прям медленно идет у нас я бы тогда еще один зон запустил бы вот в эту сторону может быть мы тоже что-нибудь найдем все стоим 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 конец хода это полностью выполнен сейчас нам должно сила академии возросла уровне 3 теперь она у нас дипломатической нота враждебно они к нам относятся когда вы причиняете боль одному члену семейства причиняете боль всем сразу а мы такое не забываем это вы не нужно было к нам запу его и сейчас наверно что-нибудь будут у нас просить ладно переждем как-нибудь конец событий прочность счета на корабле минус 2 очки движения на корабле все это задание отпал им дальше новый уровень героя это летчик у нас если не ошибаюсь точно это у нас летчик давайте ему все тогда прокачаем плюс 1 процент здоровья на флот это в еду здесь не нужно вот плюс здоровье флота да вот этот хороший штуковина запускаем чтобы все у нас в нашем флоте было очень и очень круто готово дальше герои мы сделали здесь колонизация колонизация тоже готова и закон еще один отменен странно почему этот закон отменился непонятно нигде не написано никаких пояснений здесь ну что ж хорошо закон отменен дальше поехали сейчас все перелетят в нужные системы здесь ты куда ты вот сюда у нас да а потом будем вот эту планету смотреть ладно эти ждут кстати должно сейчас здесь быть уже 46 до 46 отлично следующий флот тоже ждем пока только непонятно чего можно будет вот сюда перелететь и дальше исследовать все оставшуюся систему а можно стрельнуть зондом если только помню а мы уже стрельнули этот зонд поэтому если и стрелять то только в эту сторону вот тут может быть что-то найдем хотя и очень и очень сомневаюсь все это тоже готово это ждем это тоже здесь же на этой орбите ждем конец хода трудовые ресурсы потихоньку увеличиваются исследование завершено эффективной защиты корпус корабля мы все-таки какие-то новые корабли можем изучить новый бонус сбор населения для колгерас отлично а враждебная нельзя просто игнорировать они что-то у нас видимо просили я даже этого не заметил колгерас и сафона прибыли дальше инкубатор один наконец-то есть экзотические блюда модернизации первого уровня сделается она за один ход поэтому сразу же здесь что за магнит посмотрите у нас теперь появился боевой корабль проект корабля магнит и вот ускоритель у нас еще появился тоже боевой корабль вот это я понимаю это атакующий а это защитный корабль следовательно вот его надо напичкать пво и ракетами а здесь нужно напичкать всякими лазерами но для начала мы сделаем инкубатор вот так вот еще один в этой системе все экзотические блюда это мы тоже все сделали рынок цена на военные корабли снижается нам не нужно у нас и так хуже навалом у нас наверное минус 40 рублей перелетаем куда нужно смотрим все те корабли которые у нас стоят и ждут здесь мы якобы можем с кем-то подраться это совсем слабенький корабль и здесь 147 так я знаю что нам друзья делать вот здесь на орбите у нас стоят экипажи вот этого трогать нельзя а вот эти шаттлы они здесь стоят просто так поэтому быстро быстро перелетаем вот в эту самую систему для того чтобы ее оборонять до того момента пока сюда не прилетит давайте мы создадим здесь флот в летучей рыбе переходим в летучую рыбу и отсюда флот тогда перегоняем в какую лучше сторону надо будет подумать сюда для того чтобы здесь планета вот здесь вот у нас вроде была бы одна хорошая планета нет не очень вот здесь у нас прям три классных планеты я прям помню вот раз планета в принципе вот это два планета тоже очень хорошие и мы можем будем взять вот этот весь треугольник да наверное полетели туда правда без охраны лететь как-то стремно надеюсь что пираты нас не перехватят в космосе и все у нас будет нормально здесь стоим ждем здесь сейчас все придет если что будем драться детектор долетел давай дорогой друг лети дальше вот сюда следующий ход у нас стоит и все конец хода все необходимые действия мы уже с вами друзья сделали еще одна наука у нас завершена гиперкпд сейчас будет исследоваться новая цель началось конкурентное задание кто первый тот и прав построите колонию в системе форис раньше всех давайте посмотрим где такая система форис такая почему-то ее не вижу фарвар вот где-то вот здесь значит есть система форис так я понял еще раз давайте посмотрим так да галактические маркеры здесь началось одиночное задание живая чума ваши ученые обнаружили сильно поврежденный корабль неизвестной конструкции пересекающей границы вашей домашней системы корабль не реагирует на вызовы а датчики обнаружили что двигатели критически перегружены и вскоре корабль сам уничтожится про сканировав корабль вы обнаруживаете что на борту находится не только плотное компьютерное ядро стоящие бесконечные секреты но и пассажиров стазис зараженный неизвестной чумой до взрыва корабля вы успеете спасти либо ядро либо пассажиров что же нам выбрать спасти ядро тогда мы увеличим производство ресурсов построим соответствующие улучшения и так далее если мы спасем людей вы увеличить производство ресурсов то же самое в принципе получится наверно смотреть тут написано что люди зараженные неизвестной чумой зачем нам лишний но и системе clarius произведите как минимум столько-то и столько-то а здесь науки да я думаю вот это вот задание мы лучше возьмем потому что с людьми как-то стрёмно получится все цель достигнута назначьте героя во флот и отправьте его в систему инк мы получили и 100 золотых к тому же и получили еще и маленькую империю посмотрим это радостное событие все инк наш отлично давайте забираем тогда сюда дронов за три хода дальше берем золото дальше берем еще и еду ну и посмотрим как там пойдет все потихонечку потихонечку может быть еще поставить как они там называются танк вот это тоже очень хорошая штуковина на систему колонизируем мы еще и эту планету тоже можем взять себе отлично промышленные зоны тут промышленность все вообще хорошо в этой системе классно то есть у нас вот здесь сейчас будет объединение вот здесь нужно обязательно ставить что-то чтобы вот каник колонизационный корабль который сейчас летит я думаю что ему нужно а он уже летит туда куда надо и прямо сейчас данный момент отправляется туда только бы пираты не встретились а здесь местонахождение ассимилировано мы уже знаем здесь новая цель награда а кто будет первый колонизировать систему форис дать посмотрим где это где того вот здесь а у нас здесь есть звездный корабль у него здесь есть дроны поэтому запускаем дрон один сюда и он сейчас найдет нам то что нужно ну и давайте запустим один дрон вот сюда он тоже нам все найдет отлично ладно это считай что сделали следующие сафон и гношасты прирастают отличный инкубатор нет пока не сделался через два хода будет дополнительный инкубатор и смотрим шаттлы долетели долетели здесь мы можем объединить вот эти два флота да ну теперь я думаю нам просто никто не страшен мы можем побить кого угодно действие флота и выгнать что ли их давайте если мы нападем мы просто уничтожаем всех давайте убедительные победы извините на горацию напал они сбежали и как бы они войну против нас не начали надеюсь что ничего страшного не будет здесь ой мы прямо у них системе находимся мы еще и войну начали очень смешно очень смешно так недоступная выдающиеся тоже недоступная колонизирована недоступна но здесь у нас нечего особо то изучать я бы вот вот этим кораблем вот сюда бы отправился для чего для того чтобы потом перелететь вот в эту вот новую систему здесь мы в принципе все сделали пиратов можно сейчас подраться поэкспериментировать и пиратов как бы люди у нас есть везде у нас стать на шаттлах люди есть у нас тут именно танки ну что ж давайте пиратов так пиратов чтобы они здесь нам жизнь не портили планеты все плохие поэтому нет особо сильного не навлекай на горацию такую боль раздражение или же будет готов последствия все извини я больше не буду ты тоже к нам больше не прилетай никогда и тогда мы тебя трогать не будем никогда эти полетели эти стоят на всякий случай пожарный если что здесь я где-то помню что у нас есть еще один корабль нет у нас корабля можно быстро посмотреть в каких системах что у нас плохо что это такая летучая в этой системе есть космопорт в этой тоже есть космопорт кто какие расы прирастают больше ничего мы изменить к сожалению не можем и какое идет одобрение вот в этой вот системе фарвер одобрение просто зашкаливает а здесь у нас почему-то очень мало денег давайте посмотрим почему колонии непонятно почему так мало денег до минус 12 мозговая реальность но сейчас вот мы покроем и будет все в порядке да это все идет само собой далее новые события разоблачение скоро выборы и вы замечаете что вашем правительстве усиливается поддержка партии малых фракций ваши советники не могут прийти к единому мнению относительно причин этого кто-то говорит что это связано с демографией смены ценностей однако аресты несколько сопоставленных сенаторов по обвинению шпионажа означают что все не так просто как кажется на первый взгляд к вам обратилась группа шпионов наемников они утверждают что могут выполнить любое задание если вы воспользуетесь их услугами то они на вытравит заговорщиков и обеспечит вам нужный результат выборов смотрите если мы наймем шпионов то уменьшим стоимость фальсификации во время выборов существует 40 процентная вероятность что ваш народ это обнаружит либо мы можем арестовать шпионов и получим 10 влияния на империю но это прям совсем мало но здесь вот тоже мне не нравится разоблачение так это сложный на самом деле выбор я не знаю что правильно принять давайте думать как бы я поступил короче шпионы могут нам выявить заговорщиков почему народ должен быть недоволен это же действительно заговорщиков должны выявить а если я арестую шпионов они к нам пришли а я еще арестовываю нет давайте все-таки на нем шпионов подтверждаем это про более правильный выбор друзья сафоны в очередной системе опять проросли кстати да они у нас вот инкубатор еще один готов следующий у нас будет 14 ходов экзотические блюдах корабли пусть перелетают сейчас мы быстро посмотрим где у нас находится вот в этой вот системе в квариусе у нас находится еще одна возможность инкубатор создать отлично и кто тут прилетел непонятный пираты зверские пираты на станции ох как блин неожиданно то колонизируем а слушать тебе надо отсюда быстро улетать прям как можно быстрее начать операции едят вот в этой системе у нас что ах ну ладно по по-любому надо отсюда улетать сейчас посмотрим тут вроде бы были хорошие планеты 1 колонизируем и это мы уже забрали себе холодная и еще одна холодная вот эту вот планету я думаю нужно забрать или перелетим куда-нибудь дальше нашим звездным кораблем может быть даже вот сюда получится перелететь здесь два давайте еще раз посмотрим так 221 прям вот неплохая система очень хорошие богатые металлами про то орхидеи про то орхидеи да может быть даже нужно было бы перелететь вот чуть выше ладно долетим до вверх тогда поймем куда нам чего перелетать здесь дежурит у нас экипаж на всякий случай мы тут просканировали практически все здесь тоже все просканировано здесь тоже у нас зондом мы пробежались уже посмотрели все что только можно давайте тогда может быть вот этим экипажем попробуем встретить вот этих вот как они называют переселенцев и помочь им и по-любому наверное нужно вот что делать чтобы в пиратов не было в главной нашей системе да здесь мы просто стоим и защищаем и следующий у нас тоже просто стоит и защищает причем здесь прям много всего мы открыли новую какую-то систему дева и можем здесь теперь кусок вот этот вот отхватить тоже стоим на всякий случай и здесь тоже стоим на всякий случай все погнали дальше кризис ресурсов на следующем ходе ваша империя потребляет больше золота чем есть запасах на следующем ходе произойдет ряд сокращений если вы не исправить ситуацию что же давайте исправим ситуацию минус 120 интересно почему так много но пока временно мы можем выйти из положения следующим образом мы продадим вот немножечко вот так вот гиперия так 1000 мы получили 700 вернее но и здесь можно парочку тоже продать все тоже получили 1300 у нас есть ладно нет конечно было неожиданно но мы справились кто-то там прилетел надеюсь они больше не захотят ничего у нас тут отвоевывать так катализатор армия 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 все готово здесь очередь постройки пуста я думаю что здесь нужно сделать еще сколько у нас 47 процентов и эта система ого то на нее напали на нее напали святой шайовер это конечно неожиданно здесь мы инкубатор можно я думаю его создать так давайте знаете как сделаем следующим образом вот эти корабли мы пересылаем вот сюда а вот эти корабли блин они уже улетели в елки-палки это плохо не уже улетели вернуть их наверное будет нельзя да нельзя их будет вернуть тогда вот так только лишь до неожиданно попалась как-то нам все это беда на как говорится не приходит одна здесь в этой системе что есть колонизирована сверху картошка хороший планет на это все чужие планеты это мы не можем как бы забирать если только отвоевывать на планетах и давайте сразу же прилетим дальше может быть что-то еще и изучим а вот здесь можно запустить вот в эту сторону можно запустить зонт может быть он что-то даже и найдет так здесь нас обложили здесь у нас шаттлы очень интересно ой блин пираты на нас напали так тогда мы уже не сможем вверх переходить давайте попробуем колонизировать какой-нибудь из этих двух планет что здесь лучше всего предпринять еды нет ни там ни там но здесь есть какие-то две аномалии это уже хорошо может быть здесь какие-нибудь полезные ископаемые поэтому я колонизирую вот эту планету а потом мы изучим так прям тяжелые планеты огромные пепловые подземные явления есть и атмосферные явления что же давайте тогда мы ускоряем все ускорили также я так понимаю можно будет ускорять еще и трудовыми ресурсами если бы у нас было это необходимое количество почему-то здесь стоимость 50 в этой системе нет вражеских аванпостов не можем усилить а здесь нельзя позволить у нас нету такого количества влияния ну ладно все минус 26 беда-то какая что-то мы в какие-то минуса прям забрались и выбраться никак не можем еще один инкубатор еще один инкубатор давайте последний инкубатор тогда мы здесь еще один сделаем где вот еще один инкубатор все больше нам в этой системе делать инкубаторов не нужно потому что они не успеют наверно отсюда уйти дать попробуем если получится так инкубатор вот сюда перелетаем все убежал потом опять сделать вот эту мы сразу же заселим а потом вот это вот когда отвоем здесь тоже было нет здесь не было вот здесь наверное было парочка хороших планет да вот раз хорошая планета но и в принципе можно еще заселить какую-нибудь вот эту вот маленькую и большую пустынную наверное наверное на большой пустынной будет больше ячеек для населения так предполагаю так здесь инкубатор система уже колонизирована это наша система и система тоже уже колонизирована очень интересно ну попробуем тогда перелететь всего четыре хода надеюсь что в космосе вот так вот его никто не перехватит все дальше смотрим эти шаттлы надеюсь сколько здесь один всего и он слабенький да я думаю что мы не будем ждать мы сразу же нападаем для того чтобы все это отвоевать бой и я думаю тут даже можно не смотреть да у нас даже ничего не пострадало все сняли мы полностью блокаду и можем нападать теперь на пиратов ну что давайте посмотрим какой уровень логова пиратов у нас здесь есть танки минус 4 в резерве назначена у нас тут мало и у нас уменьшается так и примерно пополам ну давайте попробуем все-таки танки против пехотинцев они должны прям высоко эффективно биться и должно быть всегда хорошо к тому же сейчас еще планетарная бомбардировка произойдет но они видите окопались минус 15 процентов я уже вижу теперь нападают они на наши танки и получается у нас минус 17 процентов это нормально это пока хорошо крупная победа отвоевали мы у них все продолжить с танками то конечно теперь будет хорошо дальше этот детектор быстро посмотрим что есть в системе ничего особого планетки ну так себе вот этот планетка супер картошкой очень прям выглядит красивый и хороший куда дальше мы можем перелететь а больше в принципе перелетать ты некуда тут мы заперты тут мы заперты а этот пока не долетит ничего с ним не случится и так здесь зонды я вспомнил для чего и сюда пересылал здесь можно будет просканировать раз и найдем наверно каким полезные ископаемые я очень надеюсь влияние тактика боя у нас новая определилась это в принципе неплохо тактика боя готова влияние тактика боя здесь у нас инкубатор еще один инкубатор дать посмотрим на какой планете у нас инкубатора ага все еще на этой вы что-то как-то не можете долететь а я с инкубатором пока не знаю что делать здесь мы пиратов добиваем здесь пиратов добиваем здесь нам лететь просто больше некуда абсолютно исследовать это что такое автоматические следовать он сам определит куда ему лететь что он может сделать здесь мы полностью все изучили поэтому я перелетаю вот сюда мы там будем дальше все изучать надеюсь что дальше все получится здесь у нас и он нгс он у нас без вооружения к сожалению но у него есть зонда мы можем если что исследовать давайте мы все-таки создадим пусть он у нас будет и посмотрим может быть здесь тоже что-то можно сразу же про исследовать до 2 аномалии посмотрите как классно раз аномалия и получили мы богатые металлами воды тактика боя отлично и второй зон запускаем сразу же все благоприятная смена атмосфера аномалия плюс 50 к науке как бы этот ход мы завершили проверяем друзья здесь нету никаких аномалий здесь мы тоже все просканировали здесь если какие-то аномалии здесь тоже нет никаких аномалий здесь естественно тоже нет в этой системе все тоже про пройдено в летучие рыбе короче все наше основное государство не нуждается в каких-то дополнительных исследований как я понял и здесь теперь вот еще один закрытый но у империи недостаточно высокий показатель силы экспедиции этому феномену требуется четыре нужно продвинутые технологии давайте посмотрим нет с контрлом технологии новые не показываются дальше смотрим а все в принципе все сделали можно делать переход хода очередь исследования пуста ну что ж друзья давайте сейчас назначим какую-нибудь науку и потихоньку будем заканчивать эту серию в нам нужно что-то направить на еду а именно здесь у нас экономика и торговля здесь у нас боевые корабли здесь у нас развитие империи здесь у нас наука я думаю искать нужно в развитии империи изучили мы уже достаточно много это вот чужая какая-то система сделала здесь плюс уровень системы плюс 20 процентов одобрение и плюс 5 за уровень системы будет хорошая штука здесь тоже у нас идет влияние разблокирует возможность смены типов правительства что кто почему отменили я не хотел отменять дальше вот здесь корпус корабля дает нам вспомогательный и улучшает милитаристов вспомогательный модуль но пока нам это не ну вот ложки и вилки я думаю это что-то с едой будет связано и так стоимость политическое влияние космический корабль попадает под обстрел его способность быстро растеть такую еще энергию будь то кинетической взрывная или световая короче открыть вспомогательные модули защиты а здесь у нас дает вот плюс 20 процентов еды то есть это направлен непосредственно на еду корпуса кораблей здесь тоже все связаны с кораблями тоже связаны с кораблями ничего больше к сожалению нету никакой науки которая бы нам давала реальной еду вот и да давайте вот так вот еду изучим к тому же на очень быстро изучится здесь на плодородных планетах уровень системы вот еще связаны с науками 13 ходов будет исследоваться и еще связанные с едой наука тоже пусть следуется и здесь быстро пробежимся что мы здесь пропустили во первых вот две науки это у нас с деньгами связано да с деньгами у нас тоже большие проблемы и связаны тоже с деньгами тоже изучаем но все 24 хода больше нам тут изучать особо сильно нечего давайте посмотрим какие мы можем делать корабли создаем новый проект посмотрим да у нас два новых класса появилась во первых это атакующий корабль во вторых это корабль защитник это у нас колонизационные корабли исследовательские ну что же давайте создадим крутой боевой корабль вот он у нас какой пойдем как обычно самого конца и посмотрим усиление а здесь можно поставить либо все ясно я все понял здесь можно поставить и атаку и оборону и вот например ходы смотрите 8 ходов в принципе для боевого корабля много ходов не нужно поэтому достаточно будет и так что у нас тут урон лимит распределения трудовых ресурсов бонус к здоровью модуль доставки то есть мы увеличим количество людей ну-ка давайте-ка детально посмотрим вот так вот людей мы сейчас заменим и посмотрим что у нас где у нас чего увеличилась и уменьшилась так вот здесь со здоровьем связаны и все так это модуль к здоровью починка корабля после боя будет автоматически чиниться вспомогательный энергетический урон еще будет 20 процентов плазменный усилитель так давайте вот этот вот действительно оставим и второе поставим здесь а тут тоже можно защиту я думаю на защиту нужно хорошо так упор сделать во первых ну конечно же ставим щиты во вторых ставим усиление бонусу здоровья наверное вот в эту вот ячейку можно поставить здесь у нас будут использоваться титаны поэтому на не знаю давайте вот так вот улучшим еще одно здесь не будем трогать лучше на атаку здесь делаем вот таким образом ну и наверное вот так у нас будет сто девяносто четыре защита но у нас будет от всего хорошо защищен корабль и здесь хорошие модули урон в секунду 19 5 крита это энергетическое тоже энергетическое 20 сверх синхронный лазер бьет на средние дистанции сложно сказать какие лучше сделать но давайте опять поставим сюда ракету во вторых поставим сюда вот так вот раз лазер так это средний лазер а это дальний лазер но бьет он чуть поменьше 19 21 так вот сюда смотрите 236 если же все заставить ракетами тогда получится 353 но у нас будет другая сторона у нас тогда будет дальность дальность на малой дистанции практически не будет никакой защиты на малой дистанции не будет защиты поэтому эффективно надо все что на малой дистанции сто процентов сейчас найти так малое среднее вот этот вот придется поставить вместо вот этого модуля все пусть будет 303 мы сделали боевой корабль вот так вот делаем его все warship у нас будет все бонусы фокус атака ну что ж готова деньги у нас вроде бы есть конструкции все есть создаем этот проект готова warship мы сделали шип не так пишется надо аж был поставить еще здесь дополнительно и там еще можно будет сделать корабль защиты сейчас мы тоже быстро его сейчас сделаем вот защитный корабль что он может этот защитный корабль бонусов нету дополнительно здесь вспомогательный бонус увеличение количества уничтожаемых членов экипажа может установить только на корабле защиты титановая шрапнель ничего не понял увеличение количества уничтожаемых членов корабля то есть сколько людей могут уничтожить какая-то глупость можно установить только на корабле очков движения нет нам это тоже не нужно вот у нас классные очки движения и поставим их например вперед 8 очков движения больше нам и не нужно это однозначно здесь тоже только такие две клетки следовательно что мы тут можем еще так а дает науку за уничтоженные корабли хорошо здесь увеличение количества уничтожаемых членов экипаж давайте поставим посмотрим что это такое у нас ничего вообще не изменилось давайте детально и например вот так вот так очки 87 а здесь 85 абсолютно непонятно что это такое так давайте тогда на атаку сейчас поставим на атаку всего один модуль наверное лучше всего вот так вот поставить энергетическое и что мы еще можем где поставить все больше поставить нигде ничего не можем поэтому теперь переходим только в защиту в защите ну ставим например щиты дополнительные вот так вот против энергии будем защищаться это же все до больше ничего не получится 125 от кинетики защитимся а тут сначала щиты снимется потом кинетика но примерно все ясно вот у нас еще один дополнительный модуль давайте сюда что-нибудь все-таки поставим дополнительные трудовые ресурсы 50 а то есть он может короче я понял от такой грузовик который перевозит вот этих вот захватчиков на различные планеты а здесь у нас увеличение количества непонятно давайте вот это все таки увеличим 145 ну все вроде бы мы полностью все забили деньги у нас есть проект мы можем создать ну и вот так вот называем все создаем этот проект готова все друзья сделали мы звездные корабли которые нам теперь доступны посмотрим какие корабли здесь могут напасть мы кстати можем здесь опять напасть на планеты потому что в этих кораблях 0 0 0 очень интересно прям вот очень интересно конечно бы хорошо перелететь в ту систему где у нас были вот эти вот гнашасты вот сюда потому что здесь особые воины они особо хорошо сражаются но думаю что и здесь мы как-нибудь справимся будет тоже все хорошо и следующий ход мы друзья уже сделаем следующей серии и будем развивать нашу великую империю сафонов а на сегодня друзья все ставьте лайки подписывайтесь на канал поделитесь ссылкой на это видео со своими друзьями и обязательно пишите в комментариях какие неточности в этом прохождении вы заметили и пишите ваши советы по дальнейшему развитию нашей империи на сегодня все с вами был никодим до новых встреч друзья